С 2022 года при поддержке Минпромторга России мы реализуем два проекта. Один из них это азотные станции и второй это система инертного газа. Здесь нужно оговориться о том, что это в чистом виде не инертный газ, такие как азот, аргон, а это газовая смесь, которая позволяет предотвращать пожара и взрывоопасной ситуации. Например, когда при перевозке нефти в танки нефть, скажем так, колыхается, может возникнуть искра. Соответственно, чтобы не возникло возгорание или взрыва, вот эта вот подушка, которая в танке находится, она подкачивается вот этой инертной средой. Для краткости мы ее называем инертным газом, но подразумеваем, что это среда, в которой кислорода менее 5%, а для газовозов менее 1%. Причем подкачиваются не только сами емкости, где хранятся горючие вещества, но и межтанкерное пространство с тем, что могут возникнуть ситуации, когда повреждается сам танк и идет утечка либо газов, либо каких-то вот этих вот испаряющихся там газов, и может возникнуть вот эта вот ситуация. Вот, соответственно, все емкости, которые на судне имеют там соответствующий класс опасности, они прокачиваются инертной средой. Установки инертных газов мы на сегодняшний день проектируем для порядка 5-6 видов судов с производительностью от 5 тысяч кубометров до 17 тысяч кубометров в час. Новые суда, когда появляются, у них могут возникнуть свои требования там по объемам, и мы в рамках вот этой вот линейки можем спроектировать практически любое оборудование там от, наверное, даже 3 до 20-25 тысяч кубометров в час. На текущий момент у нас завершена разработка рабочей конструкторской документации, технологической документации, проведены патентные исследования, и вот в конце ноября мы прошли защиту в Крыловском государственном научном центре на рабочей группе. Вот, получили, соответственно, замечания там, рекомендации, все это учитываем в своей работе, и далее готовимся к изготовлению опытных образцов и их испытаниям. До настоящего времени такие установки применялись зарубежные, вот основной поставщик это компания Верзеля. В чем-то мы принимаем их опыт. Для того, чтобы ознакомиться вживую с оборудованием, которое установлено на судах, мы летом этого года посетили газовоз один и один танкер типа Афромакс, это наш Владимир Мономах. Вот, соответственно, посмотрели, какие установки и азотные, и инертных газов там стоят, кто является производителем, выяснили некоторые нюансы в плане обслуживания, насколько что удобно, что нужно вот команде там доработать. Вот, и, соответственно, свои все системы мы отрабатываем с учетом этих рекомендаций. Более того, вот касаемо системы управления этими устройствами, мы даже шагнули немножко вперед с тем, чтобы с одной стороны оставить вот ту визуализацию, к которой команда уже привыкла, и добавить некоторые функции, которые были бы удобны на сегодняшний день с учетом текущей эксплуатации. Главным преимуществом, на наш взгляд, является, во-первых, ремонтопригодность этих установок, во-вторых, в отличие от зарубежных поставщиков, мы не требуем, чтобы обязательно только мы ремонтировали эти станции. Мы готовим все условия для того, чтобы команда и текущей могла делать ремонты, и в случае какой-то аварийной ситуации могла вот на ходу, как говорится, разобраться и привести установку в работоспособное состояние, по крайней мере, до прибытия в порт. Сроки поставки такого оборудования из-за рубежа более длительные. Во-вторых, у нас действительно вот наша промышленная экосистема российская предполагает, что мы взаимодействуем с нашими поставщиками, и мы можем быстрее подобрать и поставить те детали, которые входят в состав нашей установки, но которые делаем не мы сами, а которые мы закупаем у наших партнеров. Соответственно, все это влияет не только на ремонтопригодность и на возможность оперативного ремонта, но и на скорость поставки всех комплектующих. По словам эксплуатирующих организаций, это очень важный параметр, который зачастую влияет на сроки простой особенно. Соответственно, чтобы его сократить, это решение очень эффективное. При проектировании всех установок у нас в первую очередь задействуются наши конструктора. То есть у нас есть собственное конструкторское бюро, достаточно квалифицированные, скажем так, разработчики, конструктора, а СУТПшники у нас очень такие квалифицированные ребята. Если мы видим, что каких-то компетенций нам не хватает, мы прибегаем к помощи сторонних конструкторских бюро, и с одной стороны это позволяет более быстро выполнить те работы, которые у нас запланированы, с другой стороны мы же набираемся и опыта этого проектирования. Помимо внешних конструкторских бюро и университетов, в которые мы обращаемся за расчетами, мы стараемся еще подтягивать студентов. На сегодняшний день спрос на инженерные кадры колоссальный. И подобрать инженера именно под свои требования практически сейчас невозможно. Поэтому мы идем в университет не только за расчетами, за какими-то разными услугами, но и за тем, чтобы студенты уже сегодня изучали свои дисциплины на примере нашего оборудования. Вот это все в комплексе дает нам эффект такой мультипликативный, который позволяет нам уверенно смотреть в будущее не только в плане того, что мы можем или не можем сделать разработку с привлечением внешних КБ, а то, какие кадры придут к нам завтра на работу, на постоянное трудоустройство. Хотелось бы отдельно выразить благодарность нашему Краснодарскому краевому министерству промышленной политики за то, что нас очень активно поддерживают в наших работах, особенно в новых работах. Они знают, что мы являемся достаточно крупным работодателем, они знают, что мы разрабатываем высоконаукоемкую, высокотехнологичную продукцию. Ну а мы, соответственно, стараемся исполнять свои обязательства, как промышленный комплекс на территории Краснодарского края. И, соответственно, без поддержки Минпромторга России, наверное, эти разработки сегодня были бы тоже невозможны. Они достаточно дорогостоящие, и выделить средства в производственном процессе, высвободить средства для того, чтобы реализовать столь ресурсоемкие проекты, ну практически невозможно. А вот эти вот программы, направленные на импортозамещение, они очень способствуют тому, чтобы предприятия, располагающие интеллектуальным ресурсом в первую очередь и производственным ресурсом, вот чтобы они могли подняться на следующий уровень и дать государству те разработки, которые сегодня очень критичны. Меня зовут Максимов Никита Павлович, я генеральный директор компании МПП Эквилибриум, и сейчас я хотел бы вам рассказать о системе Эквилибриум Баланс. Это система успокоения качки, система компенсации крена, которая позволяет, используя балластную воду судна, без каких-то дополнительных источников массы либо объема, выполнять функцию успокоения качки. В частности, речь идет о сокращении амплитуды и увеличении периода качки, что положительно сказывается на самочувствии экипажа, на каких-то процессах, связанных с технологией. Это актуально для пассажирских судов, это актуально для научных судов, где необходимо обеспечить комфорт и покой экипажа. С темы компенсации крена, как понятно из названия, обеспечивают неизменность положения судна при погрузочно-разгрузочных операциях, что тоже может быть немаловажно при разгрузке ответственных грузов, либо при выполнении каких-то глубоководных работ. Эти эффекты достигаются тем, что наша система обеспечивает перемещение балластных вод с балластных танков одного борта в балластные тонкие другого. Если мы говорим про систему успокоения качки, это достигается инерциальным движением самого судна, не требует никаких дополнительных источников давления, либо насосов, либо потребителей. Сама работоспособность системы зависит непосредственно от двух моментов. Первое — это на этапе проектирования, эскизного проектирования мы можем выдать определенные рекомендации, которые привязаны непосредственно к конструкции судна, к его обводам, к его собственному периоду качки, что позволит с минимальными затратами на комплектующие для этой системы выполнять данные функции. А если же судно является уже разработанным, уже существующим, здесь ситуация несколько сложнее, но ничего критичного здесь нет. Мы также можем разработать некоторый объем поставки, который будет выполнять все эти же функции. Разница может быть просто вплоть до десятков процентов в части эффективности, потому что, как вы понимаете, если речь идет об инерциальных силах, то речь идет о массе. Если балластных вод мало, то эффективность будет снижаться. Но опять же, мы готовы подготовить пояснительную записку, которая может оценить эффективность того или иного решения и целесообразность применения данной системы на том или ином заказе. Хотел бы обратить внимание на то, что в соответствии с текущими реалиями мы базируем наше оборудование на, в первую очередь, отечественной арматуре. Да, это несколько удорожает ее в части изготовления, но учитывая, что арматуры не колоссальное количество, это в целом целесообразно. И в целом мы исповедуем подход использования отечественных комплектующих в первую очередь. И только если существуют какие-то проблемы либо с длительными сроками поставки, либо с ценообразованием, либо с отсутствием аналогов на территории Российской Федерации, мы обращаем свой взор на импортное оборудование. При этом все программное обеспечение, все алгоритмы, все расчеты выполняются непосредственно с сотрудниками НПП Эквилибриум. Это позволяет работать с нами в одном информационном языковом поле, не так как с иностранными поставщиками, что в свою очередь очень важно, потому что здесь речь идет о расчетах, о конструкции судна и какое-либо недопонимание может привести к неприятным последствиям. Мы здесь на себя берем достаточно большой объем разработок и взаимодействия с конструкторскими бюро для достижения лучшего результата. Краснодарский компрессорный завод, конечно, в первую очередь и начинал свою деятельность, и до нулевой кодов в основном работал на сухопутных проектах, но с 2010-го активно развивает направление по морской тематике и, по сути, является пионером по поставке компрессорных, воздушных и азотных станций для морских буровых платформ и работах на шельфе. Ранее это были только импортные компании с импортным оборудованием, но потихоньку наше предприятие вытеснило предложение и на сегодняшний день в Каспийском море, в Северных морях используются наши азотные станции на таких буровых платформах и добывающих платформах, как МЛСП Приразломный, планируется также проект на объекте Каминомысское море, также работают станции на месторождениях Корчагина, это в Каспийском море, и Филановского тоже в Каспийском море. Линейка ТГА является современной реализацией ранее выпускавшейся линейки СДА, глубоко модернизирована, внесены множество доработок, и на сегодня это современное решение, которое позволяет нам занимать существенную долю рынка и, по сути, быть лидерами в этой области по поставкам производства азотной станции и снабжению наших заказчиков. На сегодняшний день, последние 15 лет, реализовано свыше 580 проектов по линейке ТГА. Импортные даже и Китай, и Европа, по сути, занимают не более 5% рынка. Уже исходя из этого большого опыта в установках по получению азота серии ТГА, мы переходим к следующему этапу и ведем разработки по станциям производства азота в морском исполнении непосредственно сертификации РМРС для применения на широком спектре морских судов, это и суда обеспечения, и газовозы, и танкеры, и, по сути, все оборудование, которое нуждается в азоте, все объекты мы можем обеспечить этой платформой, суда обеспечения, танкера, газовозы и так далее. Везде, где нужен азот, наша продукция может применяться, габариты, тактико-технические параметры соответствуют всем современным нормам и потребностям нашим заказчикам и могут быть скорректированы под конкретное техническое задание. Здесь мы гибкие, по сути, нам только получить тех задания мы разработаем под него, подкорректируем, все будет как нужно нашему заказчику. Установки по производству азота серии СПА, которые мы сейчас разрабатываем, они являются самостоятельной единицей, в которой лишь применяется опыт из серии ТГА. У них есть ряд особенностей, это и морское исполнение, исполнение по материалам, и структура, и схема газоразделения, как устроено, и применение компрессоров, и модульность этой системы. И одно из самых главных, что она интегрируется непосредственно в трюмы его габариты или машинного зала. Судно, где будет применяться, в отличие от серии ТГА, там это наше изделие в наших габаритах, там, грубо говоря, пять с половиной метров длина, два с половиной метра ширина. А здесь это оборудование, которое модульно интегрируется в площадке, предоставленной заказчиком, в его проект. Что касается интеграции, также немаловажно сказать, что автоматика, применяемая в наших станциях СПА для морского применения, также учитывает автоматику, которая непосредственно используется на морских судах, и интегрируется в нее, и, соответственно, взаимодействует по части мониторинга, управления, и, в принципе, эксплуатации станции. Помимо прочего, коммуникации станции СПА, которые мы сейчас разрабатываем, скоро уже будем выпускать опытный образец, также интегрируется с коммуникациями судна, где это будет применяться, а именно вывод пермиата, то есть это остаточный газ от получения азота, подача азота в магистраль, отвод конденсата, а также электроснабжение со своими особенностями, как мы знаем, что нейтрально судни по-другому организованы, нежели на сухопутных проектах, ну и многое другое, что именно интегрируют в эти проекты. Мы здесь взаимодействуем с различными проектными институтами на этапе проектирования и судов нашего оборудования, чтобы наша линейка продукции типа ряд соответствовала и была удобно применима в этих проектах. Процент российских комплектующих в проектированном оборудовании будет составлять не менее 80 процентов в соответствии с требованиями постановления 1872 Минпромторга России. Импортных комплектующих практически мы сводим к нулю и впоследствии планируем еще ряд разработок сделать, чтобы их по сути не было. А у нас есть опыт работ по береговым объектам, где мы поставляли установки на высокое давление 400 атмосфер и готовы также делать компактные различные установки для полудной авиации, в целом для авиации, для снабжения азотом с высоким давлением. Это и 400 атмосфер, и 600 атмосфер, и выше при необходимости. По сути, мы единственные, кто имеем эти компетенции в данном сегменте производительности от 2 до 20 кубических метров в минуту. Мы готовы вырабатывать азот с высокой концентрации, заправлять и баллоны, и непосредственно объекты применения, где необходимо, и делать мобильные установки с электрическим приводом, с дизельным приводом, чтобы не зависеть от инфраструктуры. Нашим предприятием работа по модернизации компрессоров и обычных воздушных компрессорных станций в азотные ведется. Для такой модернизации обычно используется наш полностью разработанный газоразительный блок, в составе которого мембраны, группа фильтрации, подготовки воздуха по температуре. Дорабатывается система автоматики, и непосредственно компрессор, который существует у заказчика, модернизируется по его обвязке. После определенной ступени ставится газоразительный блок. Такие заказы на сегодня есть. Если будут новые заказы, если их количество увеличится, если мы их увидим, мы готовы предложить. Вполне это оперативно достаточно делается, и все воздушные станции можно модернизировать в современные азотные станции, получать инертный газ для технологических операций. На сегодня скважины и непосредственно добыча на морском шельфе все соответственно дальше от инфраструктуры, скважины глубже. Для этих целей мы разработали новую линейку азотно-компрессных станций серии ТГА-10351 и ТГА-20351, которые вырабатывают соответственно 10 кубических метров азота в минуту и 20 кубических метров азота в минуту с концентрацией азота от 95 до 99%. Это необходимо при добыче на таких объектах, удаленных и глубоких скважинах, и при применении в составе калтюбинговых установок, при применении современных методов повышения нефтедачи пласта. И далее для многих других технологий, где необходим озон с таким давлением, можно применять эти установки. Представляем компанию «Гипитрон морские системы». Наше предприятие предлагает высокотехнологически эффективную систему электрообогрева на основе саморегулирующегося кабеля. Заказав у нас данное решение, вы получаете готовые изделия, которые вы сможете установить на судне, подключив его фактически электрическим кабелем. Данная система высоко оценена эксплуатирующими организациями и имеет положительные отклики на флоте. Технические решения по обогреву разработаны для наружных элементов судна, таких как обогреваемые двери, обогреваемые иллюминаторы, обогрев вертолетных площадок, обогрев емкостей и трубопроводов. Данное решение также легко внедряется в имеющийся действующий флот в связи с тем, что мы подбираем эффективное решение по месту. Мы опираемся на наш опыт, который с 2011 года начался с Чокровской работой и на сегодняшний день фактически все решения, которые мы предлагаем для флота, они запатентованы и имеют сертификаты как регистра, так и взрыв защиты. Крайний на сегодняшний день с данный проект, с поставленным оборудованием, налаженной шеф-монтажной и пусконладочной работы — это Александр Деев. Фактически на сегодняшний день порядка 13 проектов у нас закрыто и порядка 25 кораблей и судов. С проектными организациями мы выстраиваем работу таким образом, что на этапе оформления технического проекта, это проектная документация судно-постройки, они уже на этапе формирования технических спецификаций закладывают наши решения как наиболее эффективнее. Предлагаемые нашей организацией изделия — это в первую очередь безопасность для экипажа, что подтверждено сертификатом морского регистра и легкость в эксплуатации и в монтаже изделий. Мы представили не только оборудование, которое производит новая эра, но и наш подход — создание энергетической системы корабля. Здесь представлено два проекта. Один проект мы реализовали совместно с огромным количеством российских предприятий. Это единственный в мире действующий плавучий энергоблок. Это богатейший опыт, который мы приобрели. И второй проект, который здесь представлен, нас пригласила компания «Росу», входящая в госкорпорацию «Росатом», создать энергетическую систему корабля — пилотный проект, который реализует «Росу». То есть это строительство гидрографического судна. Здесь представлены партнеры, которые производят то оборудование, которое новая эра не делает. Мы сегодня перешли на другой уровень развития. То есть мы, используя наш потенциал конструкторского бюро, создаем энергетические системы. А также мы создали выключатель, аналог «Шнайдер Электрик», и, продолжая двигаться в этом направлении, создавая всю линейку коммутационных устройств. Мы разрабатываем, производим, создаем систему и комплектуем собственными элементами. Не всеми, конечно, но основной части коммутационных устройств, где касается распределительных систем, главного распределительного счета, вторичных счетов, в основе лежат выключатели, которые теперь мы сами производим. Для всех удобно, когда у тебя есть компания, умеющая разрабатывать, производить и сопровождать данную продукцию пожизненно, можно сказать. По сути дела, мы не бросили ни один проект. У нас есть сервисная служба, которая сопровождает наше же созданное оборудование, наши проекты до конца их жизнедеятельности. Сколько собственного оборудования «Новая эра» может поставить на корабль или на морской объект? От 50 до 70 процентов. Все распределение электроэнергии «Новая эра» умеет делать и поставляет. Говоря про наш «Патриот», сегодня мы создали уже переменного тока-выключатель. И мы уже сейчас видим перспективу на пять лет по верхней линейке, по самым мощным выключателям, мы себя обеспечиваем. Средняя линейка, но у нас стоит задача в ближайшие годы, учитывая наше партнерство сейчас с госкорпорацией «Росатом», мы рассчитываем все-таки вместе с ними продолжить создание всей линейки-выключателей для того, чтобы полностью закрыть потребность коммутационных устройств в энергетике корабля.